МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему диспетчеру МЧС давно не поступали звонки о чрезвычайных ситуациях? Потому что вы внимательны при занятиях экстремальным спортом и во время отдыха на природе. Вы соблюдаете пожарную безопасность на даче и дома. И, конечно, разводите костер в отведенном для этого месте. Помощь спасателей не требуется, если вы соблюдаете технику безопасности. Любите и берегите жизнь. 23 ноября огнеборцы тушили частный дом в селе Костромское. Сигнал о возгорании на улице усадьбы совхоза поступил к диспетчеру в 15.05. Шесть минут ушло у спасателей на сборы и дорогу до места происшествия. К этому времени на площади 90 квадратных метров полыхала кровля двухквартирного дома. Час ушел на локализацию стихии, а полностью ликвидировали ее в 19.13. На месте работали семь человек противопожарной службы области с тремя единицами техники. Погибших и пострадавших нет. Теперь причины возгорания устанавливают специалисты. Утро 24 ноября в Южно-Сахалинске стартовало с ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину. Как поделились в пресс-службе ОГИБДД города, это случилось около 8.15. Водитель за рулем Тойоты Калдина двигался по улице Емельянова. На перекрестке у дома номер 235 по проспекту Мира он не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по зебре. С места происшествия пострадавшую увезли в областную больницу. По факту ДТП госавтоинспекторы проводят проверку. Ребенок пострадал в ДТП в Паранайске. Это случилось 24 ноября в 12.50. 51-летняя женщина за рулем Тойоты Раш двигалась по улице Восточной в северном направлении. В районе дома номер 133 она по касательной наехала на 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение для уточнения диагноза и наблюдения. Пенсионер перевел мошенникам около 7 миллионов рублей. 66-летнему южно-сахалинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя клиента кто-то пытается оформить кредит и похитить деньги. По инструкции лжеспециалиста, потерпевший обналичил сбережения и продал свой автомобиль. Получившиеся 3,5 миллиона рублей он отправил на продиктованные аферистам номера. Далее злоумышленник убедил жертву оформить несколько крупных займов, в сумме еще почти на 3,5 миллиона рублей. Также обналичить деньги и перевести на счета, которые назвал безопасными. Все это длилось 9 дней. Лишь 23 ноября пожилой сахалинец понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. В ведомстве возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности и места нахождения причастных к преступлению. Южно-сахалинец может лишиться свободы за кражу. За плечами у 24-летнего фигуранта уже есть судимости. Как выяснили правоохранители, в июле этого года молодой человек пошел на очередное преступление. Днем в одном из дворов областного центра он приметил велосипед. Транспортное средство стояло у входа в подъезд без противоугонного троса. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и похитил железного коня. Тем самым он причинил ущерб на 13 300 рублей, а в комиссионном магазине выручил за велосипед 2 тысячи. Продажу он аргументировал тем, что ему необходимы деньги на лекарства. Правоохранители задержали вора, имущество вернули законному владельцу. Расследование завершено, уголовное дело будет рассмотрено в суде. Холмчанин отправится на скамью подсудимых из-за найденного портмоне. В сентябре этого года 39-летний мужчина подобрал чужой кошелек на улице. Внутри оказались банковские карты и купюры разного номинала. Себе он оставил наличные, а остальное выбросил за ненадобностью. Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. К этому времени мужчина потратил деньги на личные нужды. Тем самым он причинил значительный ущерб владельцу кошелька. Расследование уголовного дела завершено. Если вину фигуранта докажут в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжение следует...